Женщина-следователь. При упоминании этой профессии воображение среднестатистического россиянина рисует героинь известных сериалов Анастасию Каменскую и Марию Швецову. Женщин красивых, пытливых и влюбленных в свою работу. Впрочем, сценаристы были близки к реальности. В преддверии 8 марта мы встретились с прекрасной половиной Ивановского следственного комитета. Виктория Сиделкина трудится в управлении с 2011 года, а уже старший следователь. К разговорам о том, что ее профессия сугубо мужская, относятся скептически. Женщины натуры более тонкие и коммуникабельные, считает она. Иногда, может быть, женщине легче общаться с определенной категорией лиц, найти общий язык, например, с теми же женщинами, либо детьми. Ну, конечно, бывают сложности в общении с преступниками-мужчинами, например, да, но всегда, в первую очередь, ты должен подойти к выполняемой работе при общении с людьми как психолог. Если ты сможешь это сделать, то, в принципе, с любым человеком сможешь найти общий язык. В производстве Виктории 28 уголовных дел. Например, это она расследовала страшную историю, когда женщина убила своего сожителя. Его труп засолила и спрятала в погребе. Готовый сценарий для фильма ужасов. Но это как раз тот случай, когда нет места для женских слабостей и страхов. Только холодный рассудок. Ты выезжаешь на места происшествия, где имеются трупы. И если это все воспринимать всерьез и понимать, что человек умер, видя иногда ужасное уродство, отсутствие рук, ног или какие-то размажленные части тела, то, конечно, это тяжело. Поэтому просто смотришь это как на картинку, не пропуская через себя. И таких историй у каждого следователя целый сейф. Это та профессия, где сложно вспомнить хотя бы один курьезный случай. Вот и у старшего следователя из Комсомольска Оксаны Смирновой в памяти навсегда останется особо тяжкое преступление 2012 года. Была такая ужасная картина, установленная, что женщина была просто истерзана. Это много крови. То есть такая страшная картина на месте происшествия. Естественно, установили гражданин, который совершал это преступление. Оксана полюбила эту профессию заочно, еще будучи социальным педагогом. Тогда она только присутствовала на следственных действиях. Теперь сама в гуще событий. И приключений даже в небольшом Комсомольске хватает с избытком. Эта профессия, признается Оксана, меняет абсолютно все – взгляды, вкусы и ритм жизни в целом. Раньше, например, читала детективы. Теперь выбирает классику. Детективы я не люблю читать. Я люблю читать более позитивную литературу. Ее хватает, этих детективов хватает в жизни. Мне больше нравится классик. Работать приходится и по ночам, и в выходные. Семья уже давно смирилась с таким графиком. Сколько требует она эта работа. Столько на ней проводим, конечно же. Потому что не хочется сталкиваться с какими-то трудностями из-за того, что ты что-то не успел. Ну, хватает. Семья понимает, меня поддерживают. У меня муж является сотрудником прохоронительных органов. То есть он меня понимает и поддерживает. И дети также. В хрупкие руки женщин-следователи попадают в человеческие судьбы. Кто прав, а кто виноват, решает, конечно, суд. Но зависит это от проведенного расследования и его результатов. Работа очень ответственная. И женщины блестяще с нею справляются. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.